Вы знаете, почему вы так засудили? Вы покрываете вот этих прокуроров, исследователей. Это нечестно, не справедливый суд это. Крики слезы, это реакция на приговор судьи. Сегодня в Шимкенте завершился громкий судебный процесс по чапаевским взрывателям. Так их прозвали в народе. Напомню, один за другим более десятка взрывов происходили в районе Чапаевка в течение двух лет. Тогда пострадали несколько местных жителей, некоторые лишились имущества. После того, как дело взяло на личный контроль, глава МВД содержали троих подозреваемых. Это местные жители. И вот сегодня их приговорили к различным срокам заключения. Ирина Абрамова подробнее. Полугодовое судебное разбирательство подходит к концу в полной тишине. Судья Мурзахан Исаев зачитывает приговор. В зале только обвиняемые и их родственники. Окончательно определить ему, как бытие с 14 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, отправляем на назначение наказания в последней колонии трогой режима. За организацию серии взрывов с целью вымогательства денег и отправки их постояльцам тюрем Сергей Демченко также получил 14 лет. Ерлана Манбулаев осужден на 13. Приговор судьи вызвал в зале взрыв недовольства. Видишь, что 20 человек убьешь, меньше срок будет. Родственники и сами осужденные заявляют, что дело полностью сфабриковано. Взрывы в Шемкенском районе Чапаевка стали греметь два года назад. Люди-то наступали на самодельное устройство, получая увечья, то находили взрывчатку в дверных звонках. Пострадавшими признаны 8 жителей района. В суде все они отказались от претензий в адрес осужденных. Ни один потерпевший ничего не сказал против них. Не приходили, не вымогали, не угрожали. За что посадить человека, это ему пожизненно дали. Понимаете, 14 лет для него это все. Это пожизненно. Подсудимых признали виновными в среднем по 6 статьям Уголовного кодекса на каждого. Организация преступной группировки, изготовление взрывчатки, вымогательство, хранение наркотиков в особо крупных размерах. Для обжалования приговора у осужденных есть еще 15 суток.